Как мы и прогнозировали, еще в конце 2020 года ситуация на фронтах Народных Республик Донбасса будет накаляться, что неминуемо приведет к эскалации уже весной 2021 года. События, происходящие сегодня на фронтах республик, это подготовка к более масштабному действу, свидетелями которого мы станем уже в ближайшее время. Доброе время суток, комрады! Меня зовут Аким Апачев. Мы на канале самого блокируемого агентства. А на Ньюс с вами Боевая Сводка. Как сообщили в МВД ДНР, 3 марта на линии боевого соприкосновения в районе Ясиноватской промзоны от снайперского выстрела со стороны украинских силовиков погиб сотрудник ведомства. Отметим, что в последнее время увеличилась интенсивность обстрела в территории Донбасса со стороны ВСУ, в результате чего вооруженные силы ДНР получили разрешение на введение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек киевских силовиков. Отметим еще момент. Помимо того, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предрек начало боевых действий, когда, цитата, сойдет снег, конец цитаты, Верховная Рада Украины уже в ближайшее время может принять президентский законопроект номер 3553 о призыве в армию, который ускорит мобилизацию резервистов. Этот законопроект позволит проводить призыв резервистов на срок службы до полугода в течение одних суток после соответствующего указа президента. Также мы получаем информацию от наших источников о том, что идет активная переброска тяжелого вооружения ВСУ к линии разграничения, что явно свидетельствует о подготовке украинских военных к наступательным действиям. За комментарием мы обратились к руководителю Союза добровольцев Донбасса, экс-министру государственной безопасности ДНР Андрею Пинчуку. В настоящее время действительно украинские вооруженные силы и незаконные военные формирования, которые до сих пор сохраняются на линии соприкосновения, действительно активизировали свою агрессивную деятельность и жертвы со стороны народных республик. Связано это с несколькими причинами геополитического характера и внутриполитического характера в Украине. Под геополитическим характером подразумевается то, что происходит перераспределение сферы влияния и в том числе среди антироссийских сил Запада и определенный сегмент влияния на события на Украине переходит под контроль Англии. Смена руководства в США привела к тому, что президент Байден оказался в неудобном положении, потому что известна его ангажированность с украинскими властями, с предыдущими украинскими властями и конкретно с Петром Порошенко. Сын Байдена принимал участие в коммерческой деятельности на Украине в рамках кампании Бурисма. И поэтому Байдену сложно опекать Украину, потому что сейчас у власти находится Зеленский, а опекал Байден Порошенко. Во-вторых, он находится под ударом в связи с обвинениями в коррупции и в режиме потенциального импичмента в этой связи. Поэтому сфера контроля передается англичанам. Это формирует некие нестабильности и подталкивание украинцев к агрессии, к демонстрации проблемной зоны с тем, чтобы получить поддержку со стороны новых кураторов. Внутриполитическая активность связана с несколькими факторами. Первый – это ковид. Второй – это борьба с политическими оппонентами, в основе которых находится Медведчук. Третий – это формирование аргументации во внутренней повестке для того, чтобы повысить образ врага, для того, чтобы отвести обвинения в политических, экономических, в первую очередь, экономических провалах правительства Зеленского. Ситуация с ковидом связана с тем, что неполучение российской вакцины, которая была предложена, нужно как-то объяснять. И объяснять это нужно только таким образом, что у нас активная фаза войны, и поэтому мы не можем получать вакцину от стороны агрессора. Ситуация с Медведчуком понятна. Медведчук является главным политическим оппонентом Зеленского на выборах в Раду 2023 года и на президентских выборах 2024 года. Зеленский, как известно, в очередной раз обманул своего избирателя, потому что, когда он пришел к власти, он заявлял, что он приходит к власти на один президентский срок, но в конце января он заявил, что он будет повторно баллотироваться. По сути, выборы в Раду и выборы президентские вот таким образом стартовали через борьбу с политическими информационными ресурсами. Для того, чтобы объяснить избирателю свои преступные действия в отношении политических оппонентов, нужен агрессивный фон событий на Донбассе, которые бы таким образом придавали легитимности, нелегальности, а именно легитимности его действиям. Смещение крена со стороны своих провалов, обмана избирателей, оно очевидно, потому что правительство Зеленского не достигло никаких абсолютно успехов в вопросах экономического развития страны. И война – это удобный инструмент, с помощью которого закономерные вопросы, которые должны быть заданы, они убираются с центральной повестки. Так что эти события являются очередной прямой агрессией со стороны Украины, незаконных властей Украины, нелегитимных и незаконных. И, конечно же, ситуация требует достойного ответа на эту агрессию. А это все на сегодня. Оставайтесь с нами. Мир вашему дому. Аким Апачев. Специально для агентства Аноньюз. Апачев.